Компания Эльмех на грани закрытия. В лучшие времена по шивам и продажам меховых изделий занимались сотни человек. Теперь работников в 10 раз меньше. Из-за арестов счетов предприниматель Александр Мордасов был вынужден закрыть производство и сократить, внимание, 200 сотрудников. Мы все живем в Коврове, встречаемся с людьми на улице. Кто-то куда-то устроился работать и все жалеют очень. Если сейчас, например, все это возобновится, то люди бы хотели все вернуться назад. То есть работать здесь, потому что здесь всех все устраивало, всем все нравилось. В 2006-м Ковровские портные и дизайнеры получили награду всероссийского значения «Вот это золотое веретено». Продукция компании Эльмех стала настоящим брендом в области меховых изделий. Сейчас же многомиллионное оборудование, с помощью которого создавались шедевры, гниет на складах. Мы называем его могильником, так как сюда свезли оборудование со швейного производства. Все эти швейные машинки когда-то были в рабочем состоянии, но сейчас, на данный момент, это все оборудование простаивает. Причина краха компании Эльмех – налоговая проверка. Проверка. Фискалы анализировали деятельность бизнесмена Мордасова и его предприятий с 2012 по 2014 годы. Причем сама проверка проходила не без элементов давления, то есть привлечения маски шоу. Эта схема стала привычной для Владимирской налоговой именно в те годы, что у руля стоял бывший начальник Сергей Кошелев, который сейчас под домашним арестом. В результате проверки насчитали предпринимателю сумму налоговой недоимки в размере 350 миллионов рублей. Налогоплательщикам применена схема дробления бизнеса, осуществляемого им с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это производство и реализация меховых и кожаных изделий, издача недвижимого имущества в аренду. Фискалы считают, что бизнес Мордасов раздробил намеренно, чтобы пользоваться налоговыми послаблениями и платить в казну не 13%, а 6%. Но как налоговая команда Сергея Кошелева взяла и объединила бизнес Мордасова? Мало того, что они взяли компании из разных сфер деятельности, так и вообще в разных городах. Фискалы решили, что пошив меховых изделий в Коврове и, например, офисное здание во Владимире – это, внимание, один бизнес. Более того, за проверяемый период компании, к которым так или иначе причастен предприниматель, заплатили в казну почти 23 миллиона рублей. Где эти деньги, спрашивает адвокат Лев Иванов. И почему налоговики нигде не учитывают эту сумму? Исходя из логики, эти средства должны были бы налоговым органам зачтены из счета уплаты налогов, которые были на Мордасову доначислены. Однако налоговый орган этого не сделал. Существует налоговый орган стремится к тому, чтобы налогоплательщики уплатились в конкретной деятельности налоги дважды. Получается, говорит адвокат, выручку семи организаций в доход Мордасову налоговики включили. А вот затраты предприятий в виде тех же уплаченных налогов нет. Странно. Но и это еще не все. Члены налоговой команды бывшего руководителя Сергея Кошелева открыто предлагали Мордасову покинуть Владимирский регион. То есть сначала насчитали недоимок на 300 с лишним миллионов, а поняв, что предприниматель будет отстаивать интересы в суде, а не как многие испугаются и все погасит, решили и вовсе избавиться от него. Ведь за многомиллионные недоимки инспекторов поголовки явно не погладят, предполагает Лев Иванов. Неоднократные руководители налогового органа по месту жительства предлагали ему уже непосредственно, когда уже шел судебный процесс, сменить место жительства, желательно на другую область. Об этом налогоплательщик заявляет открыто. Конечно, при этом суды бы продолжились. Просто предприниматель Мордасов стал бы головной болью уже не для региональных фискалов. Ведь команда бывшего главного налоговика области Кошелева так не хотела портить свои показатели по сборам. А то, что сотни людей лишились рабочих мест, а с уходом в другой регион областной бюджет остался бы и без тех миллионов, что платили компании, которым причастен Мордасов, никого уже, видимо, не волновало. Алексей Дудин, Илья Фомин, 6 канал.